доброго времени суток друзья приехала очередная реплика это у нас нож и реплика ножа от спайдерка все узнали его так у нас выглядит то в чем он приехал буклетик черный поролон соответственно стандартная спайдерковская коробка печатает так который печатается китая мы уже видели такие на миле на парами еще и на бред саузель игорь это твой ножик спасибо за то что дал возможность снять про него видеть видео сейчас я расскажу свои впечатления этом ножа и коротко вот это хопаемся значит общая длина нажала 202 миллиметра длина клиночка 88 вес порядка 118 грамм имеем здесь переставляемую вернее съемную клипсу стальную титановые плашки и карбоновую накладочку также имеем такую ступорную пластину из титана это чем интересен нож тем что это первый своем роде флиппер от спайдерка также он имеет реплика и оригинал подшипник флипп довольно смачный как и на оригинале так и на реплике то есть нож выполнен очень аккуратно нет никаких изъянов в обработке все вылизано спайдер холл обработан на удивление хорошо то есть те ножи которые делаются в америке и японии часто грешат неаккуратно и острые обработки неаккуратной обработкой спайдер холл какими-то острыми краями можно пальцы порезать или следами от фрезы здесь ничего подобного нет клиночек у нас по центру флипп присутствует довольно внятный хороший люфтов нет фрейм заходит примерно на середину он иногда залипает здесь но скорее всего просто не притёрся сухаря ничего подобного здесь нет клипсу можно снять можно оставить отверстие под темляк также можно самый темляк привязать на крайнюю бонку оригинал в руках я вертел как-то в душу мне не запал слишком дорогой для моей руки не совсем удобен довольно длинные пальцы мозг не особо большой хотя он побольше парамили давайте посмотрим как он режет на речь на довольно неплохо с агрессивный хорошо цепляет бумагу уверенно привет руку сколько спуске здесь вогнутые спуске бритвенные вогнутые вот так вот он собран так вот он выглядит у нас какая у нас пятка очень удобно очень порадовала меня насечка насечка у нас присутствует как на плашках так и на самом клиночке да хотелось бы отметить немножко неравномерность это плашка титан это сэндвич титан и карбон чуток толще чем плашка из титана в принципе ни на какие характеристики это не влияет кроме самого самой эстетики если сравнивать нож с какими-то другими от спайдерка наверное было бы уместно сравнить его с оригинальной парамели на кармане валялась вот она есть если выбирать из этих двух ножей и выбор выстоял у меня сейчас я наверное все таки выбрал бы вот этот вот брэд почему что клинок длиннее для клинок длиннее а это для меня немаловажно по режущим свойствам я не парами на конечно будет немножко впереди за счет своих скажем так спусков и геометрии клинка но по самой эргономике и внешнему виду здесь конечно у сауза до клипера нового федерка пора просто неимоверная нет этого дурацкого горбатого клинка клинка нету нету творчество который сжирает кусок лезвия при практически одинаковых габаритных размеров давайте просто один другом приложим посмотрите насколько насколько у нас на целый сантиметр примерно так вот брэд у нас больше пользующей кромочке чем парамель до великое ужасно здесь у нас присутствует подшипник который позволяет довольно уверенно флиповать также вполне удобно даже с моими немаленькими пальцами открывать за spider hole что меня смущает смущает в этом ножа это конструкция клинка при каких-то силовых работах я уже видел копия на я уже видел фото того как ломается на оригинальный клинок интересная система такая думаю тех люди которые интересовались этим вопросом теме знаем вот реплика с хорошим балансом с замечательными гаррирующими свойственными качествами если на оригинале у нас старичка карпентера стоит и нож собирается на тайване то здесь у нас неизвестная природе и науке сталь но скорее всего это разряда 9 chrome 13 мази в принципе не указано но по ощущениям тех людей которые использовали резали этим ножом и там и есть ребята на youtube уже выкладывали видео в котором проводились тесты тесты на рез тест на риск каната далее то есть реплика очень хорошо себя зарекомендовала в работе что-то даже назвал ее ножом электромонтера очень много резов сделала по кабелю не пострадав никаким образом не сдав позиции и не повредит особо режущую кромку очень хочется отметить хорошо сделанный столом ложь такой как я люблю его можно сравнить со столом ложем пустим на себе за мягкий такой аккуратный не грубый замечательный столом ложь такая вот реплика получилось интересно множика оригинал я себе наверное брать не буду вот такой репликой скорее всего разживусь или себе оставлю на подарок кому-нибудь посмотрим да флипперы флипперы что-то в этом конечно посмотрим просто на механику работы без комментариев удобен руки в принципе но все-таки не хватает мне немножко ширины рукоять вернее высоты обратным хватом менее удобен за счет это вот будет ступоклипсы немножко неудобно среднему пальцу в целом и в общем интересный ножик еще раз повторюсь оригинал мне не особо интересен слишком много за него дядя сел хочет вот реплика замечательно сделанная несколько не было косяков вроде интереса можем глянуть что у меня с обработкой все увидите обработка оригинального ножа теперь обратите внимание на вот эту вот жирную риску смотрите вот она оригинальная пара миля два вида плюс такие у меня пироги и здесь на реплику здесь не особо дорогую скажем так же дешевую по меркам оригинала порядками до 80 долларов цены и доходят но есть и более простые реплики со сталью и с титаном облажках здесь клинок выполнен ну просто в разы интереснее разы лучше обработкой вообще не оставляет никаких шансов той же пара мили или мили заточки то же самое кошмарная за . они не симметричная можете видеть здесь здесь пара милитари милитари вообще говорить не будет кусок лезвия гады здесь ели просто ужас может афича такая не знаю но осадок остался первые не конечно я на это внимание не обращал не искушен был но потом начал резать глаза чему китайцы могут сделать нож без особых косяков за небольшие деньги автор кто его придумал создал позволяет себе какие-то косяки нелепости и случайности давайте пробуем левую руку его открыть ради интереса на общем и левой хорошо работает плохо единственное что клипсу не переставишь хотя было бы желание навязать резьбу в карбоне и титань не составит большого измеримого труда вот такой ножик получился еще раз повторюсь это реплика китайская и оригинальный нож собирается на тайване принципе недалеко ушел спайдерка бред саузет от неизвестной китайской конторы но мне кажется что это что-то вроде диких кабанов хотя нанесение вот этих вот логотипчиков сделано явно лазером что очень радует очень аккуратно очень очень чётко неких помарочек положить куда на оригинальном даже вместо вот этого карбона используется же 10 здесь карбона заполированный хотя толщина его позволяет провести небольшой тюнинг и придать ему какую-то извиняюсь 3d форму то есть это что-то полирнуть это чтобы закруглить вот такой однозначно хороший для меня флиппер вот спайдерку уж извините реплика оригинал я не хочу большое спасибо друзья за внимание надеюсь вам было интересно подписывайтесь на канал ставьте лайк задавайте вопросы комментируйте если есть какие-то предложения желания можете прислать ножи посмотрим сравним спасибо друзьям до свидания до новых встреч